Кто-то сказал, что когда рождается человек, одна часть его сердца всегда остается пустой. И всю свою жизнь человек находится в поиске, в поиске чего-то или кого-то, кто сможет заполнить эту пустоту в своем сердце. Но он никогда не сможет найти ничего и никого, кто сможет это сделать, так как это место для себя оставил сам Господь Бог. Мы рождаемся в этот мир, мы выбираем свой путь, мы идем по нему, но самым главным вопросом остается, кто идет рядом с нами. И я не говорю сегодня о наших друзьях, я не говорю сегодня о наших семьях, я не говорю сегодня о выборе профессии. Я говорю о самом главном, я говорю о Боге. Кто наш Бог, в кого мы верим, какие взаимоотношения у нас с Ним? Сегодня мы будем говорить о самом главном, сегодня мы будем говорить о Боге, о спасении и о том пути, который каждый человек должен избрать для себя. Когда мы открываем Слово Божье, Библию, это самый высший авторитет, который Бог оставил для человека. И мы сегодня очень много будем говорить именно из слов Писания о том, какой же все-таки смысл нашей жизни. И ответ в следующем, что Иисус Христос, он является смыслом всей нашей жизни. Знание Иисуса Христа является смыслом всей нашей жизни. Сам Иисус Христос когда-то сказал, что Я есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, к Богу, как только через Меня. И вот поэтому на протяжении всей истории люди, они старались найти, вот узнать, кто же является Сын Божий, начиная от Его рождения. И до сегодняшних дней люди вкладывают разный смысл, кем является Божий Сын. Но у меня есть одно местописание, которое я хотел бы, чтобы мы прочитали. Это Матфея как раз. Однажды Христос задал своим же ученикам следующий вопрос. Это Матфея 16 глава, 13 стих. «Пришедший же в страны Кесария и Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или одного из пророков. Потом Иисус обращается к своим ученикам и говорит, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот как раз мы говорим о том, что смысл жизни человека, чтобы получить это откровение, знание, что Иисус Христос, Он является Божьим Сыном, Который пришел, Которого послал Бог в этот мир для того, чтобы спасти каждого человека. Из золотой стих Библии самое центральное и основное говорит следующее, Иоанна 3,16, что «Ибо так возлюбил Бог мир», в это слово вы можете включить себя также, лично поставить свое имя, чтобы Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий, в это слово «всякий» вы можете поставить свое имя, чтобы вы не погибли, но имели жизнь вечную. Павел, если ты мне позволишь, я даже продолжу 17 и 18 стихом, и здесь написано следующее. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него, то есть в Сына Божия, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». То есть мы говорим о том, что сам Бог, Отец, Создатель Неба и Земли, Творец всего мироздания, Он послал своего единственного Сына в этот мир для того, чтобы каждый грешник, приняв Его своим Господом и Спасителем, мог быть спасен и получить вечную жизнь. Правильно? Совершенно верно. Но стоит вопрос сегодня у людей, от чего я же должен быть спасен? Спасен от чего? Для того, чтобы мы открыли эту тему, нам прежде всего требуется понять, где находится человек сегодня. Человек сегодня, все человечество и люди сегодня в этом мире, они находятся под проклятием греха. Бог создал человека совершенным. То есть первых людей – Адама и Еву. И когда Бог создал совершенных людей, Он наделил и первых людей самым величайшим даром – это дар свободной воли. То есть это значит право выбора. Бог не создал первых людей, чтобы они были роботами. Нажал на кнопку и сказал, ты поклоняйся мне, Адам. Выключил кнопку – что-то другое происходит. Нет, Бог наделил человека свободной волей. И вот благодаря свободной воле первые люди на земле, они сделали выбор. Они сделали выбор какой? В сторону нарушения Божьей заповеди. Нарушение того, что они не послушались Бога. Первым грехом, который вошел в человечество – это был грех непослушания Адама и Еву Богу. Потому что Бог установил заповедь, чтобы они не вкушали этот запретный плод. Люди вкусили, и таким образом человек не послушался Бога, и грех вошел в весь род человеческий. Иногда люди думают, а что же такое грех? Это поступок или же по-разному вкладывая значение слова в слово грех. Если сказать в оригинале, как звучит слово грех – это промах мимо цели. То есть, иными словами, Бог, если человек находится, согрешил, и он живет в грехе, то он промахивается, он живет жизнь, которую не запланировал для него Бог. То есть, жизнь вне Божьего предназначения. А для чего Бог создал нас? Для того, чтобы мы поклонялись, имели живые взаимоотношения с Ним. И поэтому Библия говорит… Иными словами, Бог создал нас для себя. Совершенно верно. Бог создал человека для себя, чтобы иметь с ним взаимоотношения, чтобы иметь с ним общение. И совершенно верно. И чтобы человек был, наслаждался и имел благословенную жизнь. И в то же самое время говорит Библия, что в Римлянам 3 глава 23 стих написано, что все согрешили и лишили славы Божией. То есть, что это значит? Из-за того, что человек, первые люди на земле, они согрешили, мы говорили, Адам и Ева. Этот первородный грех, которым называет Библия, он передается из поколения в поколение. И Бог, конечно, через всю историю, у него была мечта и желание, как все-таки возвратить этот потерянный рай, который Адам и Ева, первые люди, потеряли на земле. То есть, возвратить эти живые взаимоотношения, которые у них были когда-то с Богом. Вся история, включая даже Ветхий Завет, она полна много историй, как Божье сердце горело, чтобы восстановить эти потерянные взаимоотношения Бога и человека. И каким образом Бог все-таки запланировал, чтобы восстановить эти взаимоотношения, примирить человека с собою? Бог еще в начале истории, после грехопадения, Бог уже сказал, что Он в один день, Он пошлет в мир Своего Сына Иисуса Христа, который проложит как раз этот мост между Богом и человеком и перекроет эту пропасть. И люди опять могут иметь настоящие живые взаимоотношения с Богом своим. Его приход в мир, Божьего Сына, Он как раз и являлся этим ответом на решение проблемы греха, на решение проблемы, чтобы восстановить опять взаимоотношения Бога и человека. Мы говорим об Иисусе Христе как о личности, не просто как о каком-то имени, а как о личности, которая это был Божий Сын, Он жил на этой земле, Он ходил по этой земле, и об этом мы говорим сегодня. Совершенно верно. Многие люди сегодня, они имеют как бы свои пути к Богу. Вот стоит вопрос самый основной, как подойти к Богу сегодня, человеку, который не знает Бога, возможно, он ищет человек Бога. Единственный путь, как вы можете прийти к Богу, это только через Его Сына Иисуса Христа, Которого Бога дал в мир. Других путей нет. Конечно же, в истории есть очень много людей, которые претендовали на то, что они являлись посредниками между Богом и человеком. Каждая мировая религия, она также говорит, что мы покажем путь, как человек может все-таки опять возвратиться к Богу и восстановить взаимоотношения с Богом. Но всего лишь люди, которые пытались это делать, они основывали своего рода очередную религию. Философию и религию. Что такое религия? Это свод правил и законов, благодаря которым люди думали, что они заслужат Божию праведность, что они могут подойти к Богу и восстановить как раз эти разрушенные взаимоотношения. Но когда мы говорим о нашем Боге, который послал сына своего на эту землю, мы говорим о том, что Бог не дал для человека религию, и Бог не хочет нас сделать религиозными, чтобы мы были люди, христиане, скажем, соблюдающие определенные традиции, обряды, которые наслоены историями церкви. Но Бог заинтересован в каждом человеке, чтобы он имел не религию, а взаимоотношения с живым Богом. Вот по этой причине пришел Иисус Христос, Божий Сын, воплотился на землю, для того, чтобы опять восстановить потерянные взаимоотношения человека с Богом. Итак, почему это важно нам знать, что единственный путь к Богу Отцу – это через Его Сына? Потому что, во-первых, когда пришел Иисус Христос, Он родился на эту землю, мы празднуем Рождество. Это было, что мы подразумеваем под Рождеством? Прежде всего, это воплощение Бога, Которого мы не видим, Которого люди не знали, но Он Себя проявил, воплотил Себя в Своем Сыне, Иисусе Христе. Поэтому стоит вопрос сегодня, а как я могу знать Бога? Знать Бога – это значит, нужно посмотреть на Иисуса Христа, на Божьего Сына, Который пришел в этот мир, и Он показал, и Он открыл Себя, Он открыл Отца Своего, Он открыл характер Бога Отца, Он открыл Его природу. Поэтому Иисус Христос однажды сказал, что, видевший Меня, Он и видел и Отца Моего. Павел, ты можешь немножко вкратце рассказать, как было рождение, как жизнь Иисуса Христа, и Его служение? Вот об этом немножко рассказать, потому что, я думаю, не все знают об этом. Многие остановились по своему познанию об Иисусе только на Его рождении. Многие Его представляют, как младенца, лежащего в яслях. Иисус Христос прожил на этой земле 33 года. И 30 лет своей жизни Он был обыкновенным человеком. Он родился в семье Иосифа и Марии. У Него было, да, сверхъестественное зачатие Духа Святого. Это об этом написано в Священном Писании. И, ходя на этой земле, Его называли Божьим, Он называл себя Божьим Сыном и также Сыном Человеческим. Почему? Потому что как раз в Нем сочетались эти две природы, как Божьего Сына, который мог творить сверхъестественное, который имел власть прощать грехи, исцелять, благотворить и делать другие чудеса. И в то же самое время Божий Сын, Он был Сыном Человеческим. Вот сочетание две природы. О чем говорит, что Он был Сын Человеческий? О том, что Он был в нашей плоти и Он был испытан во всем. Писание Библии говорит, что Он был испытан во всем, кроме греха. Он также был подвержен усталости, Он был подвержен голоду, Он был подвержен, Он даже написано, придя к грубу Лазаря, Он прослезился, у Него были чувства. То есть, иными словами, Он был такой же человек, как и мы все. Но в то же самое время Он обладал божественной природой, как Божий Сын, и у Него была божественная природа. Я хотел бы сейчас подчеркнуть основные направления, что Бог и Божий Сын делал на земле. Самое первое, что Божий Сын, придя в этот мир, Он имел власть, это прощать грехи человека. Никто другой не имел этого права. И написано даже, Матфея 9 глава 2 стих и 6 написано, что он, когда был болен человек, он сказал, что прощаются тебе грехи твои. То есть, он имел власть прощать грехи, что не имели власти делать ни одни из людей, даже на Него первосвященники, религиозные лидеры того времени, они сказали, кто имеет, ты богохульствуешь, никто не может взять на себя такую ответственность, только Бог имеет это право. Но однако же, из-за того, что Он был Божий Сын, Он имел власть прощать грехи. Второе, что Иисус Христос, находясь на этой земле, в своем служении, Он имел власть изгонять бесов. И вот есть одна история, которая записана в Луки 13 глава, 10-й, 13 стих. Там написано, что Он вошел в синагогу, и там была одна женщина скорченная. И много лет. И написано, что Иисус Христос взял и выгнал из нее нечистого духа. И эта женщина, она стала здоровой. И опять религиозные лидеры этого времени сказали, как Он мог такое сделать в субботу? Однако же, Божий Сын, Он обладал властью изгонять бесов. И следующее, Иисус Христос имел власть исцелять болезни. И Он это делал. Почти три части, вот Евангелие, которое мы читаем в Писании, Иисус Христос ходил, исцелял людей больных. И его двигало сострадание, сочувствие к человеческим болезням. И поэтому даже есть история, что женщина, которая, это Луки написано, 8 глава 43-48 стих, написано, женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. И она однажды, написано, что она истратила все имение свое, чтобы получить лечение у своих, у врачей того времени. Но написано, она еще пришла в худшее состояние до того времени, когда она повстречалась с Иисусом. То есть, она среди толпы пробилась к Иисусу и прикоснулась к краю одежды Его. И к краю одежды, и сила от Божьего Сына вышла и исцелила эту женщину. Но Он исцелял не только болезни определенных лет, Он исцелял и тех, кто и рожден был уже с болезнями, есть примеры в Писании, и те, кто приобрел какие-то немощи или болезни, Он исцелял всех людей. Все, что Иисус Христос сделал, Он призывал в основном к вере человека. Веришь ли ты? Или что ты хочешь от меня? То есть, Иисус Христос хотел, чтобы люди сами выражали Ему свои болезни или называли, что на самом деле свои проблемы, что они нуждаются в прикосновении Его. И следующее, чем обладал Божий Сын, имея божественную природу на земле, Он имел власть в воскрешать мертвых. То, что не могли делать другие последователи. И мы читаем, что в Луки 7 глава 11-16 стих написано, что однажды Христос пришел, шел по дороге, и Он встретился с похоронной процессией. Это наинская вдова, она имела единственного сына, которого несли уже на кладбище хоронить. Но Божий Сын, обладая сверхъестественной силой, обладая божественной природой и властью над смертью, Он остановил эту похоронную процессию и сказал, встань. И Он отдал этого сына, Он отдал этой вдове. То есть мы подчеркиваем сейчас то, что Божий Сын, Он был не просто человек, Он не был просто пророк, Он не был просто одними из великих каких-то основателей религии, но на самом деле Он был тем, кем Он заявлял о себе. Он сам говорил, что Он Сын Божий, и в то же самое время люди видели в Нем эту божественную природу, что Он мог делать то, что не мог сделать ни один из вождей того времени. и дальше написано, чем обладал, какими качествами обладал, значит, Сын Божий. Он также благотворил людям. Он написано, что было, однажды много было людей, которые пришли, голодные были, и он, там был один всего лишь мальчик, у которого было пять хлебов и две рыбы, а было множество, более пяти тысяч человек было. Он взял, благословил эти пять хлебов и две рыбы и помолился, и преломил, и раздал людям. И всех этих людей они накормили. Это было сверхъестественное чудоумножение. То есть мы говорим о том, что Божий Сын, Он был чувствительным к голоду, к проблемам, к обыкновенным нуждам и потребностям людей. Поэтому Он удовлетворял и служил людям. И последнее, конечно, из-за того, что Он имел божественную природу, Божий Сын, Ему подчинялись законы природы. И об этом написано, что Марка 4 глава 39 стих, когда была буря на море, Он просто взял, сказал, утихни, перестань, и эти волны остановились. Вот эти вот все, скажем, основные моменты, которые мы перечислили, они сопровождали жизнь и служение Божьего Сына на этой земле. И вот как раз через все это служение Божий Сын, Он как раз и показывал образ, сердце, природу Божьего, то есть Отца Небесного. И поэтому, если сегодня люди, они спрашивают, а кто есть Бог, какая у него воля, какая Божья природа, неужели Бог, Он такой только далеко где-то на небесах, и Он готов, судья грозный, Он как готов только наказать и смотрит, когда у человека будет какой-то промах или же какую-то ошибку или грех сделать и готов наказать. Нет, смотря на жизнь Божьего Сына, мы видим, что Бог пришел не судить этот мир, но спасти его. И как раз и Божий Сын, Он открыл характер Отца Небесного. Итак, я хотел бы еще раз обратиться к тем, кто все-таки верит, что к Богу Отцу есть путь другой, минуя Божьего Сына. И еще раз подчеркиваю эту мысль, что Иисус Христос сам о себе заявил. Никто из последователей в истории или религиозных лидеров, основателей мировых религий, никто из них не мог сказать то, что сказал Божий Сын, что Я есть путь истина и жизни. Иисус Христос сказал... что Я есть истинный путь к вечной жизни, да? К вечной жизни. Если интерпретировать по-другому немножко, то это Иисус Христос, истинный путь к вечной жизни. К вечной жизни. И об этом написано Иоанна, 14 глава, 6 стих. Я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, Христос говорит, как только через Меня. Дальше, в Иоанна 10, 9 написано, что Я есть дверь. И кто войдет Мною, тот спасется, получит спасение. То есть, нету 10 дверей, нету двоих дверей, есть одна дверь к Богу Отцу, к спасению. Это только через Иисуса Христа. И Он сам об этом говорил, сам о себе сказал, что Я есть дверь. Деяния, 4 глава, 12 стих, написано, что нет другого, это уже апостолы говорят о Божьем Сыне. Мы говорили до этого, что Божий Сын о себе заявлял, но здесь апостолы, то есть, ранняя церковь, она также в это верила, что и в Деянии, 4, 12 написано, Петр говорит, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, только через имя Иисуса Христа. Итак, несмотря на то, что сегодня люди верят в мире, они верят, что есть пути, не обязательно через Иисуса Христа приходить к Богу, не обязательно получить спасение через Божьего Сына, есть другие многие пути, это всего лишь ложь, это есть та неправда, которую дьявол сегодня ослепляет умы людей для того, чтобы они не видели в Божьем Сыне, не видели, в Иисусе Христе не увидели Божьего Сына и своего Спасителя. Есть люди, которые верят, что они могут приходить к Богу через святых богоугодников и также поклоняться иконам. Вот что ты скажешь в этом случае для таких людей? Ты знаешь, я, наверное, первое скажу то, что Бог говорит об этом. Это могу привести место из Писания, и здесь Господь, Бог говорит, не делай себе кумира и никакого изображения того, что наверху, что в небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой. Это в книге Исход, 20 глава, 4-й, 5-й стих. Ты знаешь, много есть идолопоклонства, много люди поклоняются на самом деле иконам и ищут постоянно каких-то святых, и каждый год этих святых появляется все больше, и церковь заявляет, я имею в виду, если мы возьмем православную церковь, хотя, как я уже говорю, я не хочу обидеть чувства искренних, верующих, православных людей, но тем не менее создается такое впечатление, что делается все для того, чтобы отвести внимание и взгляд людей от истинного Бога, от истинного Господа, от Иисуса Христа. Говорят, вот этот святой тебя излечит от этой болезни, вот этот святой даст тебе детей, вот этот святой даст тебе мужа или жену, вот этот святой улучшит твое материальное благосостояние. Но единственный путь, единственный источник всех благ это Господь Бог. И единственный путь к Богу это через Иисуса Христа. Об этом написано, что единственный посредник между Богом и человеком это Иисус Христос. Совершенно верно. И поэтому, ты знаешь, мне кажется, умы людей настолько затуманены сейчас вот этими всеми предоставляемыми им обрядами, традициями, которые Церковь установила сама, этим обрядом и традициям может быть еще нет и 200, 300, 700 лет. Это не имеет ничего общего с истинной верой в истинного Господа, в Спасителя, того, кто отдал себя, пошел на крест Голгоф, и кто был распят, кто пролил свою святую гровь за грехи всего человечества, и ни один святой, ни один бог из других религий этого не делал. Он не отдавал свою жизнь за грехи всего человечества, да он и не мог этого сделать, потому что это мог сделать только Божий Сын по Божьему изволению. Это мой ответ. И можно больше здесь сказать, как людей, я считаю, тоже это уже дьявол здесь свою работу делает через различные духовные практики, которые сейчас очень популярны в этом мире, когда говорят, что человек, он венец всего и своим собственным мышлением. Совершенно верно. Он может делать чудеса сам в себе и через себя. Человека ставят на пьедестал вместо Бога. Я уже не говорю о гороскопах, о гаданиях, не говорю о каких-то бабках, детках, вражейках, которые просто прокляты Богом. Это все под проклятием Божьим, потому что Господь это все ненавидит, это мерзость перед Богом. Поэтому это мой ответ на твой вопрос и я обращаюсь, дорогие друзья, ко всем вам и могу сказать со всей ответственностью, заявить, что если вы отведете свой взгляд от всякой нечистоты, от этих гороскопов, от различных гаданий, карт и всего, всей этой мракобесии, если вы оставите в покое эти иконы и этих святых, если вы обратите в свой взор, только обратите в свой взор и искренне, с искренним сердцем вы придете к Господу и Спасителю Иисусу Христу, который отдал себя за нас, за весь мир, чтобы мы веруя в Него, как в истинного Бога, могли иметь спасение, могли иметь жизнь здесь, на этой земле, могли иметь жизнь на небесах, то я уверяю вас, ваша жизнь изменится раз и навсегда. Сегодня в этой программе мы имеем ответ для вас, что вы можете иметь очень простой доступ к Богу Отцу через Его Сына Иисуса Христа. И что для этого требуется? Самое первое, как Бог хочет прийти, войти в вашу жизнь через Иисуса Христа? Это первое, вы должны признать, что вы являетесь человеком в грешных, в Божьих глазах, если вы не имеете Иисуса Христа как своего Спасителя. И второе, это просто покаяться в своей жизни и признать Господа Иисуса Христа Богом в своей жизни. Как это сделать? В Библии написано, что если мы устами нашими исповедуем, что Иисус Христос есть Божий Сын, и верим, что Он умер за нас на Голговском Христе, если мы в это верим, тогда мы можем принять это спасение, которое Бог даром предлагает через Своего Сына. И Бог войдет в нашу жизнь, в наше сердце через Иисуса Христа и очистит нас от всякого греха, как написано, кровью своей. Единственное средство, как мы можем получить свободу от греха, это через кровь Иисуса Христа. И сделает вас новым человеком, даст вам новое сердце. и вы получите этот божественный мир с Богом через Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились, это короткая молитва, если вы хотите принять Иисуса Христа Господом и Спасителем в своей жизни, можете повторить эту молитву Господь Иисус, таков, как я есть, я прихожу к тебе, я верю в Сына твоего Иисуса Христа, который пришел в этот мир, который умер за меня. Я прошу, прости мои все грехи, Господь, очисти меня кровью своей, и вводи мою жизнь, будь Господином, и Господ Свои Царствую в моей жизни. Аминь. Друзья, если вы помолились этой молитвой, мы хотим сказать, что в вашей жизни произошло самое большое чудо. Вы приняли Иисуса Христа в свою жизнь, как своего Господа и Спасителя. Если это произошло чудо в вашей жизни, мы просим, чтобы вы написали на адрес, который вы видите, или позвонили, или прислали по адресу электронной почты ваши сообщения, и мы вместе с вами будем радоваться и поможем вам дальше, как возрастать в Господе Иисусе Христе. У Бога есть большой план для вашей жизни. Написано в Библии, что только я знаю намерение, которое имею будет.